Всем привет! Управлять своим временем может далеко не каждый человек, потому что управление временем равно управление своей жизнью. Есть такое правило, которое называется 80 на 20. Оно также еще называется принципом Паретто. Оно было названо в честь его основателя, итальянского экономиста Вильфредо Паретто. В 1895 году Паретто заметил, что люди в обществе естественным образом делятся на тех, кого он назвал жизненно важные немногие или 20% правящие верхушки с точки зрения денег и влияния и тривиальные многие или же 80% низов. Это обычные рабочие, служащие, менеджеры и так далее. Позже Паретто обнаружил, что практически вся экономическая деятельность подчиняется этому принципу, так как 80% богатства Италии этого времени контролировали 20% населения. Мы можем взять правило 80 к 20 и применить его практически в любой ситуации. Понимание этого принципа необходимо для того, чтобы научиться расставлять приоритеты в своих задачах на день, неделю и даже долгие года. Но как же работает принцип Паретто? Это концепция, которая предполагает, что 2 из 10 пунктов любого общего списка дел окажутся более ценными, чем остальные 8 пунктов вместе взятые. Печальный факт заключается в том, что большинство людей откладывают в выполнение 10 или 20 наиболее ценных и важных пунктов и вместо этого занимаются не такими важными 80% остальных дел, которые вносят очень маленький вклад в успех. Это свойство человеческой психики, бежать от трудностей, пусть всё само рассосётся. Лишь очень немногие, то есть те, у кого есть стержень внутри, способны сжать зубы и выполнять сложные 20%, которые ведут к цели. Но как же применять правило 80-20 при постановке своих целей? Возьмите лист бумаги и запишите 10 целей. Затем спросите себя, если бы я мог выполнить сегодня только одну цель из списка, то какая из них оказала бы наибольшее положительное влияние на всю мою жизнь? Затем выберите вторую по важности цель. После выполнения этого упражнения вы определите те самые 20% самых важных целей, которые помогут вам больше, чем любое другое дело. Но что делать с оставшимися 8 целями? Выбросите их и сосредоточьтесь над теми целями, которые выбрали как самые ценные. Ведь они тоже разбиваются на более мелкие цели, и тут тоже можно применить правило Паретто. Есть еще одна известная фраза, которая гласит о том, что нужно съесть сперва самую большую лягушку. Эта фраза про лягушку стала известна благодаря Брайану Трейси. Это американский мотиватор успеха. Вы часто видите людей, которые, казалось бы, заняты весь день, но при этом мало чего добиваются. Почти всегда это происходит потому, что они заняты выполнением маленьких задач, в то время как откладывают выполнение одного или двух дел, которые могут принести им реальную пользу. Но почему так происходит? Да потому, что самые ценные задания, которые ведут к успеху в жизни, часто бывают самыми трудными или же сломыми сложными. Отдача от выполнения трудных задач, как правило, будет только в будущем. Гораздо легче выполнить что-то простенькое, при этом получить дофаминный фонтан в мозгу и со спокойной душой уткнуться в очередной сериал. Прежде чем приступать к работе, всегда спрашивайте себя. Эта задача входит в 20% моей деятельности или же в 80%. Не поддавайтесь искушению сначала разобраться с мелкими делами. Если вы решите начать свой день с маленьких задач, то вскоре выработаете привычку всегда начинать и работать над малозначимыми задачами, а сложные оставлять на потом или вовсе их не выполнять.